найди так всех приветствую на своем канале добрый день добрый вечер у кого там утро ночь всех привет сегодня будет знала звание поймете видео набив видео о о коте то есть у нас чистые романовские овцы она их сушкой маню но нифига не хотят что-то эти баранчик такой слабенький так он есть дома золото и иди моя сладко на моя красавица иди баран покровский тоже выбраковка не очень надо его проколоть от этих от паразитов старая мамка моя из первых мама она чего-то что-то не с глазом не пойму конъюнктивит не он все на меня целится барана этот видео будет о котах какие самые большие проблемы о романовских овец при окотах то есть что как и почему сейчас мы посмотрим наших остальных вот толстая мы это тоже моя шестерни вот это вот мамка у меня из шестерых это милка сейчас мы выпустили мамок то есть одна мамка у меня не знаю я найду ее или нет стоят смотрят катя иди он стоят ягнята плохо наверно будет видно освещение плохое если она где-то ходит она мелковатая катя иди я тебе дам маленько в общем ситуация такая что обычная мелкая такая не особо крупная ярко принесла у меня четверых ягнят ну как бы это не особо достижение для романовской овцы но в чем заключается достижение что этих четверых ягнят видал как а ты говоришь игорек 6 4 четверых ягнят она выпаяла сама то есть мы их не подпавили было конечно разница по одному видать там поменьше двоим доставалось но фокус том что выпаяла всех что-то там задымилась что ли игорь не по запах пошел нет так в общем она это к тому что поить не поить и что надо смотреть по овце то есть какая овца как она кормит если у нее молоко то есть обычно двоих и там третьего четвертого я уже на через неделю сам отсаживаю и отсаживаю а начинаю сам поить молоком а двоих поет она но первородки бывают я эти ярки которые 1 1 а кот у них они бывают что пугаются и сами не понимают что и откидывают всех ягнят и приходится выкармливать всех ягнят но фокус чем вот мы говорим что романовка три ягненка это норма да для романовки это 3 ягненка за один окот это нормально как бы никакой там не выдающиеся достижение считается как бы обычным явлением и нормой но фокус чем что приходя утром мы обнаруживаем мамку с ягнятами вот они последние из четверни обнаруживаем мамку с ягнятами с двумя с тремя мы не знаем сколько у ней всего ягнят и хватило ли ей окатиться всеми то есть самая большая проблема вот маза мои там семь лет что у меня за 8 есть романовские овцы я их держу только их чистые все ни с мешаю то есть стараюсь держать как есть и вот самая большая проблема о том что при окоте мы не знаем сколько воно всего у ней находится сколько всего ней ягнят то есть окатилась двумя мы успокоились все 2 и пошли домой оказывается у нее еще там остался один и два-три дня проходит вроде смотрим по след все отошло ничего нету не видно и потом смотрим у нас овца начинает уши опускать вставать в угол смотреть в стенку и замеряется температура и оказывается что у нее еще один ягненок там остался что не хватило есть сил накатиться и принести там 3 4 либо 5 ягненок вот это самая большая как бы проблема о романовской овцы ну во всяком случае для меня и второе это естественно количество ягнят четверо это уже особенно в феврале январе-феврале обычно окот у романовки и в это время приходится греть молоко покупать я не пользуюсь заменителем я уже как был показывал что я использую цельная простоквашинская отборная там 3 4 процентная простое это коровье она как бы нормально усваиваться и ягнята его спокойно нормально пьют да еще что хотел рассказать то есть есть такие но у меня мамок доходила маточная стада до 150 голов то есть я оставлял мамок 50 голов и они мне разбивал как бы из несколько месяцев окота и они мне приносили ягнят вот эта вот проблема что мы не знаем сколько у ней смогла ли она полностью окатиться не знаем сколько у нее всего ягнят и в случае если окот происходит при нас мы начинаем помпас это смотреть я начинаю сам рукой проверять то есть окситоцин колем для сокращения матки и начинаю проверять сколько же у нее всего там ягнят и не осталось там ягнята у ней не окатившись в случае если ягнята остались окатившиеся там в течение получаса после окота последнего ягненка если остался ягненок там мы его достаем но фокус в том это проверено уже несколько лет несколько ярок несколько овцематок все это проверено это сто процентов в том случае если вы вмешиваетесь в окот яркий следующий окот она сама не сможет произвести она не сможет больше сама разродиться если вы достали несколько ягнят они все это ярко овцематка никогда сама больше не сможет окатиться но в принципе все такие не очень хорошие нюансы я рассказал так что у кого есть какие-то другие дополнения пояснения может у кого-то что-то еще другое пишите комментируйте я буду рад если это видео кому-то поможет так она порода мне нравится то есть романовская овца сто процентов по весовым категориям выхода мяса обгоняет всех почему можно как бы не согласиться с этим но сейчас поясню почему потому что среднем тут же жира хвостика дэнба и этот меринос он приносит 1 ну в самом лучшем случае двух ягнят и этот ягненок там в районе 10 месяцев он будет тушка забитая в районе 10 11 месяцев это тушка будет этого мериноса весить в районе 20-24 килограмм мяса романовка естественно столько баранчик в 10 месяцев весить не будет он будет весить в районе 12-14 килограмм но фокус в том что романовка приносит минимум двоих то есть 2 3 код я про первый не говорю я не смотрю даже на 1 код и в 10 месяцев то есть будет 12 14 килограмм и 2 двойня значит 24 то есть по-любому уже две тушки перри тут того же самого мериноса перри гоняют плюс привет чё тут тебя вот люсильда у меня чего там такое лежит она по моему сломала ногу и уже два месяца и калю витамин офигенная вот два у нас отказника и мы их вот поем ну наверно плохо будет видно 2222 ягненка таких они искусственники поятся молоком плюсик калю витамины она плохо встает как бы но это редкость то есть редкость чтоб как бы овца сломала ногу ну ладно видео не об этом в принципе все рассказал общих чертах какие основные проблемы значит подведем итог 1 при окоте мы не знаем сколько не осталось приходя утром упустив вот эти два три часа и когда ягненок остался у ней внутри после окота надо его вытащить течение двух часов если мы упустим время овца сто процентов помрет сто процентов никакие антибиотики больше ничего не поможет второе это количество то есть количество четверых у меня откармливала сама то есть мы не вмешивались были разницы там по ягнятам но четверых она отпоила вот такие две яркие посмотрим как они вырастут ну и в окончании нашего видео третье это обязательно надо учитывать что если вы вмешались в окот своей овцы то она больше сама не принесет ягнят то есть последующие разы вы будете также доставать этих ягнят но по первым двум я сказал так что у кто ну я уже говорил пишите комментируйте кому будет полезно видео я буду рад так что пока на продажу нет весной не знаю будут или не будут но ягнята только ягнята маточное стадо не продаю уж самого дохлая слабая стала вот все наши этот сата вы хороший так что он идет баран это второй мой вот на продажу есть вот этот баран и они активно едят этот силос идет ко мне ты такой молодые баранчик баранчики есть на продаж почти всегда есть то есть вот они там ковыряются раз два три четыре пять шесть где-то есть сто процентов вот как его осмотрим вот так вот едят они все наши еще добавить хочу что это не основной корм то есть я и кормлю каждый день зерном зерна смесью они получают сено и вот так вот едят сенаж комбикорм также получают баранчику такой невысокий ну хороший яркого хорошая чешет чешется об почку но все такие проблемы основные я указал на мой взгляд их три первое это количество ягнят 2 это надо больше двух ягнят выпаивать самостоятельно и 3 если вы вмешались не то что вы там залезли проверили то что если вы вытащили одного-двух ягнят то она уже сама не принесет больше вам ягнят она все тогда на этом пока наверное все